А вот еще одна история. Своими реформами Петр I создал в России Сенат и Сенот. Даже у самых преданных поклонников истории возникает путаница в этих терминах. Чем же Сенат отличается от Сенода? Они же так похожи, правда? Термин Сенат появился в Древнем Риме, где так называли Высший Государственный Совет, состоящий из старейшин знатных родов. Когда Петр I проводил реформу государственного управления в России в начале 18 века, он заимствовал это название для нового государственного органа. Собираясь в феврале 1711 года в турецкий поход, Петр издал коротенький указ, который гласил, определили быть для отлучек наших правительствующий Сенат для управления. Он передал Сенату надзор за судом, торговлей, казенными товарами, а также руководство расходами и сбор налогов. Во главе поставил генерал-прокурора. А для чего же создавался Сенат? В 1700 году скончался московский ФСЕ Руси патриарх Адриан, и Петр I запретил выборы нового владыки. Вместо этого было принято решение, что делами церкви будет заниматься светская власть. К 1722 году был подготовлен духовный регламент и приказ о создании святейшего правительствующего Сенода. В ведение Сенода перешли все вопросы церковного управления, борьба с раскольниками, миссионерская деятельность, духовное просвещение, образование и цензура, а также строительство и содержание храмов. Сенод, как высшая духовно-светская инстанция, рассматривала дела церковного суда, например, бракоразводные или о проступках духовенства. Во главе Сенода было поставлено светское лицо, оберпрокурор. Сенод в Российской империи фактически заменил патриаршество. Вот так. И не путайте.